МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ОТС продолжает программа Экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем с самого громкого приговора Нового года. Сегодня в Ленинском суде Барнаула вынесли решение по нашумевшему уголовному делу бывшего прокурора Новосибирской области. Владимира Фалилеева признали виновным в коррупции. Силовики Новосибирского УФСБ, взяв разработку такую персону, не имели права на ошибку. Действовать нужно было четко и без проволочек. Под стражу государственного советника юстиции заключили в феврале 22-го. К тому времени, еще до окончания срока, он уже сложил полномочия. Поговаривали, почуял неладное. Однако экс-прокурор скрываться не спешил. До последнего проживал в служебной квартире и строил планы на обеспеченное будущее. Представьтесь, пожалуйста. Фалилеев, Владимир Александрович. Чем вы занимаетесь? С 18-го года пенсионер. Зато до 18-го, получается, круг его интересов был весьма обширным. Надзорное ведомство нашего региона Владимир Фалилеев возглавил в 2015-м, но не прослужив и трех лет вызвал нарекания со стороны Генпрокуратуры. Масштабные проверки выявили многочисленные нарушения. Кстати, вместе с начальником по обвинению в коррупции за решетку отправили и его бывшего зама Андрея Трубина. После взялись за других. В архиве программы сохранились кадры с одной коллегией. Так вот, на общем плане три персоны нон-грата вместе. Официально громкое уголовное дело правоохранители не комментируют. Однако известно, что на скамье подсудимых Фалилеев оказался из-за тесного сотрудничества с Олегом Яровым, бывшим владельцем Винапа. Предпринимателю нужна была крыша и покровительство. Зато и раскошеливался. Взятки передавал наличкой, подарками и всевозможными услугами. Например, бизнесмен якобы оплатил лечение родственника прокурора за границей, отремонтировал его автомобиль и арендовал парковочное место. У меня есть обоснованные сомнения в объективном следствии и в методах, которые используются, поскольку я объявлена в международную розыску, в то время как я находилась на лечении в Республике Беларусь. А это Любовь Кузьминок. При Фалилееве она была первым замом. Высокопоставленную юристку должны были арестовать вместе с коллегами, но она подалась в бега. Задержали женщину в Москве и отдали под новосибирское следствие. Тем временем процесс по обвинению еще одного заместителя областного прокурора, того самого Андрея Турбина, уже на финишной прямой. Проходит прение защиты. Считается, что он тоже погрел руки на взаимовыгодной дружбе с Яровым. Своей участи ждут и бывший руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Александра Аверина и экс-прокурор города Денис Ференец, помогавший бизнесмену с обширными связями в органах. Наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет со штрафом в кратном размере суммы взятки, то есть в размере 5 миллионов 786 тысяч 579 рублей 14 копеек с лишением права занимать государственных органов должности, предполагающие выполнение организационных строительных функций сроком на 5 лет. Освободить ведомственные квадратные метры семью Фолилеева попросили еще в апреле. Теперь у фигуранта забрали в доход государство на отдел земли 800 квадратных метров в Улан-Удэ и новенький Хавейл. Покататься на эффектном кроссовере он почти не успел. Осужденного лишили чина, советник юстиции 2-го класса, а также почетного звания, заслуженный работник прокуратуры России. Помимо этого арестовали дорогие карабины и смартфон. Итог 9 лет строгого режима. Конечно, штраф мог быть выше, но 8-миллионную взятку доказать не удалось. Сообщаю, что в соцсетах счел не доказанную передачу Фолилеева взятки в размере 8 миллионов рублей на строительство дома в Аркутской области. Все на этом. Дело Любови Кузьминок правой руки Фолилеева для объективности будут рассматривать здесь же, в Ленинском суде Барнаула. Первое заседание назначено на 23 января. Итоги работы за минувший год сегодня подвели в главном полицейском ведомстве региона. Генерал Андрей Кульков вспомнил резонансные дела, раскрытые сотрудниками за отчетный период. В целом количество преступлений снизилось на 5%, но при этом число противоправных деяний в IT-сфере выросло в два раза. На треть больше выявили наркотических преступлений, задержали 1339 дельцов, ликвидировали пять лабораторий по производству мефедрона. Всего из незаконного оборота сотрудники МВД изъяли 400 килограммов запрещенных веществ. Начальник главка подчеркнул, что приоритетной задачей остается и противодействие оргпреступности. В прошедшем году нами нейтрализован 151 активный участник преступных групп. Задокументировано 331 уголовно наказуемое деяние, совершенное в составе ОПГ. Более трети из них носили экономический характер. Всего сотрудниками полиции выявлено около 2000 преступлений данной категории, за свершение которых в уголовной ответственности привлечено 682 фигуранта. Задокументировано 225 коррупционных преступлений, в том числе 55, связанных с получением или дачей взятки. Совместными усилиями в 2023-м новосибирские правоохранители возбудили в четыре раза больше уголовных дел по факту организации и проведения азартных игр. За год региональный главк поднялся в ведомственном рейтинге больше, чем на 30 пунктов. Мы занимаем 26 место из 84 территориальных органов МВД России. В прошлом году мы были 57. Несмотря на все достижения, прокурор региона раскритиковал коллег полицейских, заявив, что за прошлый год они раскрыли менее половины зафиксированных преступлений. Наказания, по словам Александра Бучмана, не понесли более 24 тысяч нарушителей закона. Глава надзорного ведомства призвал принять кардинальные меры по улучшению криминогенной обстановки, особенно по пресечению киберпреступности и в сфере ЖКХ. Это постоянные прорывы теплотрасс, выход из строя котельных, некачественный ремонт домов и теплосетей. А средства на это все выделяются и немалые. В связи с этим особого внимания требует проблема выявления коррупционных схем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, завышения цен, износа сетей, а также возмещения ущерба, причиненного указанными преступлениями, в первую очередь, конечно, государству. Без малого 20 лет на двоих Первомайский суд Новосибирска приговорил к реальным срокам мигрантов-закладчиков. На чистую воду драгдилеров вывели сотрудники транспортной полиции в июне 2022-го. Тогда злоумышленники только забрали оптовую партию синтетики – 68 граммов метилофедрона. Успели соорудить 18 тайников для розничных покупателей, а оставшуюся часть запрещенного вещества хранили у себя. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий кладменов задержали, а наркотики изъяли из незаконного оборота. Суд признал виновными двух иностранных граждан в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах с использованием сети интернет совершенная группа лиц по предварительному сговору. С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил им наказание в виде лишения свободы. Одному на срок 9 лет – 6 месяцев, другому 9 лет – 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А завершают выпуск новости наших географических соседей, что произошло на территории Сибири. Сейчас посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Бывший начальник управления уголовного розыска Красноярского главка и один из руководителей отдела краевого угрозь сядут на скамью подсудимых. Статьи «Получение взятки и посредничество во вздоимстве» подкупил офицеров владелец одного из рынков. Взамен он приобрел так называемую крышу и общее покровительство. Ежемесячная такса – 100 тысяч рублей. За аналогичное преступление возбуждено уголовное дело в Иркутске. Там также фигурантами стали сотрудники МВД. Повод – только оформление приезжих в обход закона. Задержаны двое полицейских и трое гражданских, помогавших иностранцам. Сколько мигрантов успела легализовать группа, пока не сообщают. И вернемся в Красноярский край. Там под статьей оказалась теперь уже экс-начальница следственного отдела по Богучанскому району. Причина та же – взятки. Полицейская приплатила обвиняемый по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений, который хотел вернуть свою технику, изъятую на деляне. Цена вопроса – 300 тысяч рублей. В след за руководителем регионального центра спортивных сооружений Кузбасса и его замысловики взялись за щедрых представителей коммерческих фирм, которые спонсировали чиновников-физкультурников. Те гарантировали получение выгодных контрактов, коммерсанты давали так называемый откат. Задержаны три человека. Примерная сумма ущерба – полтора миллиона рублей. И вновь предполагаемый оборотень в погонах. В Барнауле начальнику профильного отдела полиции предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Он, по версии следствия, предложил алтайской аферистке спустить на тормозах ее уголовное дело о мошенничестве. Задаток в 300 тысяч рублей он получил, остальные не успел. Появились коллеги из службы безопасности и опера ФСБ. И на этом пока все. Если вы сняли видео о происшествии или преступлении, присылайте его на редакционный WhatsApp номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, экстренный НСК. В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok